Ребят, привет! Меня зовут Макс Руденко, я из Айлов Суперспорт. Я нахожусь в Нью-Йорке, за моей спиной Манхэттен. И я хочу рассказать о том, как два дня назад я пробежал главный марафон мира, Нью-Йоркский марафон. Получить слот на Нью-Йоркский марафон можно тремя способами. Первый из них – это стандартное участие в лотерее, когда вы отдаете заявку. Если вам повезет, и среди сотни тысяч заявителей случайная машина выберет вас, то вы получите слот, заплатите 380 долларов и будете счастливым участником марафона. Второй вариант – это благотворительность. И здесь вам нужно найти один из американских фондов, который поддерживает Нью-Йоркский марафон, который сотрудничает со стартом. И дальше нужно собрать для этого фонда какую-то сумму денег. Средняя сумма – это порядка где-то трех тысяч долларов. Обычно всегда есть какой-то объект благотворительности, на который вы собираете деньги. Эти деньги точно будут потрачены на благотворительность. И третий способ – это купить полный тур. У провайдеров, у операторов у нас в России тоже такие есть. Это довольно дорого. Такая поездка обойдется вам не менее 150 тысяч рублей. Но если вы можете себе позволить, то почему бы и нет? Нью-Йоркский марафон – это событие, сопоставимое с национальными праздниками для Нью-Йорка. В город готовятся за месяц до события везде. Висит реклама в метро, в наружке, в билборды на улице, в плакаты, в интернете, в газетах. Везде напечатана реклама Нью-Йоркского марафона. На картах заранее простроен маршрут для того, чтобы все знали, где будут перекрытия, куда выходить болеть. И люди готовятся просто заранее. Придумывают костюмы, придумывают зоны болельщиков для того, чтобы выйти и поддержать бегунов на улице. Я прочитал, что на старт приезжает порядка 50 тысяч участников и миллион болельщиков. Только представьте себе, миллион болельщиков выходят поддержать бегунов. Само мероприятие состоит из трех частей. Первая часть – это экспо, вторая – это сама гонка, ну и третья – это постгоночные мероприятия. То есть все, что после. Экспо проходит на Манхэттене в Большом павильоне. В этом павильоне вы получаете номер, получаете свои футболки. Также вы можете получить какую-то дополнительную информацию и внести изменения в ваше бронирование. Что это значит? На этапе регистрации после покупки слота вы выбираете несколько опций. Первая опция касается того, как вы будете хранить ваши вещи. То есть будете ли вы их сдавать в стартовом городке, чтобы потом получить обратно. Либо второй вариант – это пончо-финишо, когда вы не оставляете свои вещи. И на финише вам дают обалденные, классные, теплые пончи, которые потом все хранят до конца жизни, ездят на нем на все старты. К сожалению, я не успел воспользоваться этой опцией и просто сдавал свои вещи в гардероб. Субтитры сделал DimaTorzok И вторая опция, которую вы выбираете – это трансфер до места старта. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это паром. Я выбрал паром и всем рекомендую, потому что вы проплываете мимо Статуи Свободы. Это красиво, классно и гораздо интереснее, чем просто ехать на автобусе. И от места высадки из парома вас также доставляют автобусы уже в сам стартовый городок. И вторая опция – это трансфер на автобусе, у которого есть несколько вариантов, откуда вы стартуете. Вы можете выбрать подходящий вам. Все участники разбиты на три волны. Они распределены по цветам. И по этим цветам осуществляется основная навигация как до трассы, так и во время трассы. И у каждой волны есть четыре время запуска. Это время зависит от вашего целевого времени, которое вы указывали при регистрации. И дальше уже каждая волна в каждом времени еще разбита на пять или шесть разных кластеров. У меня была оранжевая зона, третья волна и кластер 7. И третья волна – это значит, что я стартую в 10.35. Для того, чтобы попасть на старт вовремя и нигде не опоздать, я вышел из дома за четыре с половиной часа до начала своего забега. Это, наверное, единственный минус, который можно найти во всей гонке – это вот этот длительный период ожидания и довольно долгий трансфер до места старта. Классно с утра, я бы сказал, что она, чтобы в городе добраться надо. Весь город знает о том, что будет гонка, потому что вот по ходу и люди видят меня в спортивной форме, спрашивают, на гонку ли я и желают гонать. Добираюсь на метро, проблемы никакой нет, метро круглосуточное и можно добраться в любую точку города без проблем. Вот так выглядит вход в метро. Добираюсь на метро. Все это так классно организовано и настолько пропитано духом заботы о каждом участнике, что это время ты просто не замечаешь, оно пролетает мгновенно. И после парома, после автобуса, когда я уже оказался в стартовом городке, стартовый городок также разделен на три зоны в зависимости от цвета. Я был в оранжевой зоне. И в этой оранжевой зоне предусмотрено все для того, чтобы провести время ожидания комфортно. Вы можете абсолютно бесплатно выпить чай, кофе, какао. Вы можете съесть пончик. Вам выдают теплую шапку, если вы вдруг мерзнете, для того, чтобы вы могли согреться. Самое крутое, там есть даже зона, в которой вы можете снять свой стресс. Эта зона называется док-терапия, то есть собачья терапия, когда вы просто подходите и гладите лабрадора или другую мягкую собачку. Везде вас сопровождают волонтеры. На каждом этапе есть волонтеры, которые настолько искренне участвуют и делают все, чтобы вам было комфортно, что вы просто хотите их обнять и поцеловать. И вот эти волонтеры – это полноценные участники гонки, потому что без них ничего такого не состоялось. Это люди, которые просто на 100% искренне отдают себя в свое время для того, чтобы вам было классно. Они встречают вас на старте, они провожают вас во время гонки, они встречают вас на финише, они вас обнимают и аплодируют, называют вас героями. Это просто фантастика. Как я сказал, старт разделен на три зоны по цветам, и в зависимости от вашего цвета вы попадаете на верхний либо на нижний уровень моста, первого моста, по которому вы бежите. Мне повезло, я был сверху, это было офигенное зрелище, когда я только стартанул, я выбежал, и вот эта толпа бегунов, нескончаемая, все время, пока мы бежали, этот поток людей, бегунов, он просто не кончался. Напомню, 50 тысяч участников со всего мира, выглядит впечатляюще, выглядит впечатляюще массово, и при этом абсолютно комфортно, нет ощущения давки, тебе не кажется, что тебя где-то сметут, у тебя нет ощущения потерянности, ты всегда знаешь, что нужно делать, и куда идти, и, в общем, куда бежать. После первого моста мы забежали в первый район, и сразу же началась нескончаемая толпа болельщиков. Болельщик так заряжает, что ты просто неконтролируемо ускоряешься просто на минуту, бежишь быстрее, с моего топа. Ребята, это невероятно, просто каждые 500 метров живой оркестр, довольные все, тусят даже копы. Ребята, это просто кайф, ты не замечаешь, что ты бежишь, потому что столько поддержки тебе, это невероятная качественная сила. Я на 12-м километре, градус боления, люди спадают. Также просто каждый метр стоит кто-то из болельщиков, с крупными блокадами. Осталось, немного тесно. Осталось, немножко тесно. И это, наверное, самое главное и самое крутое впечатление от трассы, это эти болельщики, которые нескончаемо все 40 километров сопровождают тебя. Это люди, которые выходят из дома с плакатами, которые заморачиваются на какие-то классные зоны, придумывают как выглядеть ярко, придумывают как поддержать бегунов. И все это делают абсолютно искренне. И когда ты пересекаешься взглядом с любым из этих болельщиков, ты понимаешь, что он действительно сейчас отдает частичку своего тепла тебе, он абсолютно не смущается, он открыт. И это какая-то бесконечная любовь, которая распространяется на весь город во время этого забега. Первые 20 километров гонки пролетели абсолютно незаметно, потому что ты видишь только этих людей вокруг себя, которые болеют за тебя, тебя подпитывают эти эмоции, ты вообще не замечаешь километра. Ты просто бежишь и получаешь огромное удовольствие. Что круто, этот градус болельщиков, он не спадает до самого конца, до самого финиша. То есть это действительно 40 километров праздника. Во время гонки я думал о том, как можно улучшить этот старт. Может ли быть марафон лучше? И вообще, какие теперь годки выбирать после этого марафона? И я не дошел себе ответа, потому что без сомнения, для меня это самый лучший старт в мире. По поводу сложности трассы, несмотря на дикую поддержку, сам рельеф довольно сложный. Постоянные спуски, подъемы, каждый мост, который вы пересекаете, это всегда сначала такой длинный, довольно сложный тягунок, потом спуск, тягунок, спуск. И перед самым финишем, уже подбегая к Централ Парку, последние полтора километра перед Централ Парком вы бежите в постоянный тягунок в гору. Это уже довольно тяжело, потому что это последние километры, уже не так много сил, и это действительно довольно сложно. На финише вы тоже попадаете в движущийся поток людей, который организован волонтерами, вы получаете медаль, дальше вы получаете пакет финишеров, в котором есть фрукты, вода, протеин. На вас надевают фольгу, чтобы вы не замерзли, и вы двигаетесь в коридоре к месту получения багажа, либо к месту выдачи понча. Вас также разводят волонтеры, у вас нет шанса попасть куда-то никуда, и вы плавно, 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 минут через 20-25 оказываетесь уже на выходе из финишного городка, на вас надета медаль, и вы счастливы, невероятно. В финишном городке тоже огромное количество волонтеров, каждый говорит вам что-то хорошее, каждый говорит о том, что вы герой, что вы сделали невероятное, что вы пример для подражания, это дико мотивирует, поддерживает, и абсолютно не чувствуется усталость на финише. Когда вы выходите в город и добираетесь домой либо в номер, каждый, каждый, кто видит вас с медалью, говорит вам, поздравляю, вы герой, поздравляю, вы лучший. На следующий день после гонки, в понедельник, такое впечатление, что на Манхэттене собираются все финишеры трассы, потому что практически каждый второй идет с медалью финишера, и все здороваются, улыбаются, также желают друг другу удачи, восхищаются друг другом. Заключительная часть мероприятия от организаторов, это финишный павильон в Центролл Парке, где вы можете бесплатно сделать драйверовку своей медали и купить New York Times, свежий выпуск, в котором напечатаны абсолютно каждый финишер с его личным временем. Если резюмировать и выделять самое главное, что мне понравилось, чем мне запомнился этот марафон, первое, это идеальная организация, это абсолютный комфорт, понятная логистика во всем. Отсутствие каких-то вопросов во время гонки, подготовки к гонке, трансферу до стартового городка, все очень понятно, все сделано профессионально, и лучше, наверное, это не сделать. Второе, это невероятная поддержка на трассе. Это действительно что-то безумное, потому что, когда мне об этом говорили друзья-финишеры прошлых годов, я думал, ну да, окей, у нас тоже болеют, такие в других странах тоже болеют. Но здесь эта поддержка, она чувствуется совсем на другом уровне, потому что американцы дико открыты, они не боятся выглядеть глупо, и это действительно по-настоящему искренне. Они не сдерживают себя, они улыбаются, смеются, говорят, что любят тебя, и ты веришь им, потому что это действительно так. И да, я считаю, что это лучший марафон мира, и я считаю, что каждый бегун, каждый, кто занимается бегом, должен пробежать этот марафон. Ребята, регистрируйтесь, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok